Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Это второй принц Таласа. Мы с вами вернулись в Новый Иерусалим. Да, вести невеселые. Байрон наш застрял. Да, и сам Иерусалим, как видите, уже не такой солнечный. А нету солнышка, нету веселья, все очень печально. Нас ждет, очевидно, серия полная чтений, разговоров, потому что надо все исследовать в этом Новом Иерусалиме. Я, кстати, не знаю, попаду ли я сюда. Ну, я мало где была, мы практически мало где были. Так, это Германубис, это мэр. Стоит и с нами разговаривать не хочет. Ладно, идемте вниз. Вот, а нам надо найти Корнелия, Корнелиуса или Корнелия. И, в общем-то, поговорить с ним. Так, мы здесь были, здесь были, здесь были, это кошачий музей. А вот во всей этой части, вот в этой вот большой части, не были. Были вот сюда, проходили. Кстати, по-моему, что-то где-то я там не нашла, что ли. Ну, и в этой части мы тоже не были. Вот, так что я думаю, что обойдем все, посмотрим все. Приготовьтесь, загадок в этой серии не будет. Будет много лора. Почему здесь не моют стекла никто? Да, как все-таки много зависит от солнца, да? Погода плачет. Я очень надеюсь, что, во-первых, Байрон жив. И я очень надеюсь, что мы найдем способ вытащить Байрона. Птицы по-прежнему поют. Так, и, естественно, с кем возможно, с тем будем разговаривать. Дам, Лиан, да. Мелодия из второго Талоса, из локации со Средневековьем. Вернее, из первого принципа Талоса. Так, Германикус, фу, Германикус. Корнелий у нас Корнелиус. Да, помните, из пятого элемента. Мне нужен священник, привет, Корнелиус. Вот, и мы будем искать Корнелиуса. Но только на все раз он не священник. Вот, а еще мы будем бегать вот здесь вот везде. Везде будем бегать. Все, заготовьтесь. Внимание, граждане, выставка интерактивных историй наследования гены открыта. Просим обратить внимание, из-за несогласованной забастовки общественный транспорт временно недоступен. Да пребудет с вами зодчие. Какая еще забастовка? Забастовка? Вам-то чего поставать? Что вы требуете? Больше машинного масла или что? О-о-о. Слушайте, какое общество не было даже роботов, да? Но они переняли все людское, что только можно. Даже способность нерационально мыслить. Возможно, что здесь ничего нету. Но, как я и говорю, так уже вот для очистки совести. Кстати, да, локация славится тем... Переписывалась я с Фаладом по поводу того, что огромный мир и столько всего интересного здесь. Мир огромный. Но интересного на квадратный метр тут очень мало. На самом деле. Поэтому я и говорю, что зачем? Зачем это надо было делать? Больше не значит лучше. Игры современные все страдают этим несчастьем. А именно то, что их делают огромными и ничем не наполненными. Да, красиво. Водичка. Я, интересно, дойду до того острова? Дай-ка третьего лица. Да, дойду. Может, даже что-нибудь здесь найду. Но нет. Мне очень жалко это общество Нового Иерусалима. Они, в принципе, существуют только благодаря тому, что работает дамба, плотина. То есть гидроэлектростанция, которая вырабатывает электричество. Которым они все тут пользуются. Такой архаизм, в общем-то. И, по большому счету, им давно действительно пора перейти на какие-то другие методы добычи энергии. Потому как, ну, дамба, плотина, она недолговечна. Если она, правда, она там, где-то там, высоко в горах. Если она выйдет из строя, все это просто-напросто смоет. Всех роботов закоротит и придет конец их цивилизации. Вот такой вот невеселый прогноз. Поэтому то, что мы отправились в экспедицию, к этой пирамиде, то, что мы пытаемся что-то найти, я думаю, что это, в общем-то, во благо. Вот, итак, вот, как видите, вот вам, пожалуйста, простору. Зафига, хочется спросить. Там еще остров есть. Ну, что, прикажете туда идти? Давай сбегаем, если не потонем. Потонем? Нет, не потонем. Очередной пустой островок, да? Ну, да, если бы здесь был какой-то человеческий артефакт, они бы сделали из него музей. Потому что они-то все эти островочки давно обегали. А так вот, пожалуйста, ничего. Так, следим, чтобы не потонуть. Это музей. О! Ха-ха, интересно. Это кто это тут отдыхал? С видом. Да, забавно. Шезлонги. Ну, спасибо. Хоть что-то мы нашли. Очевидно, это все, да? Это, как говорится, для самых терпеливых и пытливых. Тех, кто добежал почти что на край света. А вот здесь мы точно потонем. Здесь, по-моему, было... Или нет? Нет, здесь не глубоко. Ну, вот, в принципе, и обижали мы островок. Где-то тут был артефакт. Я не помню, я его находила или нет. Это было не здесь. Это было, да. Здесь мы с вами все находили. Все, пошли. Так, ты кто? Рэд. Вот, где там печальный сидел наш... Не помню, как его зовут. Который не хочет любить котов. Которому... Который не нашел среди тысячи... Роботов свою вторую половинку. Вот, чатя, в помощь 1К. Чего? А ты кто такая? Эмпанада какая-то. О, господи. И да, мне сказали, что надо понажимать на всех котов. А где, подожди, он был этот печальный. Ладно, друзья, я думаю, что я большинство времени побегаю за кадром. И уже, когда найду что-нибудь интересное, буду включать запись. Потому что так... Падма, такое впечатление, что ты очень старенький, ты как-то плохо двигаешься. Какие страшные голуби-то. А здесь что у нас-то кто? Фантас Блассейнс. Зодча, в помощь 1К. Что вы все с этой зодчей помощи? Так вот, понажимайте на всех котов. Потому что здесь были не все коты. Мною нажаты. Итак... Мильтон, да? А, вот, следующий кот. Дзин, самый милый кот, пожалуй, единственный милый. Карлита. Мы сделали все, что могли, чтобы спасти тебя. Надеюсь, кошачий рай существует. Бедненький. Костель. Полуангел. Полудемон. На 100% совершенство. Какой симпатичный котяра. Ой, ты, господи. Дам-дам. Ты особенное создание. Твое спасение, моя радость. Гру-гру. Могущественный кот и хороший друг. Я скучаю по тебе. Как жаль, что не могу найти тебя снова. Хасан, ты был очень добрым и красивым. Жаль, что природа была не очень добра к тебе. Слушайте, так тут столько котов. Малыш, прости, что мне не удалось тебя защитить. Старушка, сомнения нет. Это самый могущественный демон на земле. Я буду всегда любить тебя. Ну и Мильтон. Слушайте, вот это да. Так. Капелька. Тихая, добрая. Не удержишь даже стальной рукой. Мистер кот. Отец ни одного поколения. Знаете, такой, который вот действительно по улицам бродит. Такой весь шрамок такой. Дерет всех остальных котов и орет по ночам. Вот тебе, господи. Бейзмунда. Ни один кот не любил людей так сильно, как он. Он стал бы идеальным напарником для Александра. Дрэнн. Ирис. Белый пушистик, напоминавший облако. Надо было еще... О! Макс так сильно любил поесть, что страдал от поноса. Ева любила играть с лазерными лучами. Фродо мог поместиться даже в маленькой коробке. Иван, пока мы воспитывали тебя, ты воспитывал нас. Так, и кот или танк, Сэн? Да, слушайте, сколько котов. Так, Миша, это мы про тебя читали. Ария, жаль, что ты пела только ради еды. Да-да, они такие. Посвящается памяти Беба, первого профессионального истребителя птицы, просто кота, который хорошо разбирался в людях. Веточка. Теперь она дремлет в лучшем мире. Мэгги, глупенький, непоседа, который был умнее нас всех и ушел слишком рано. Донни, бесстрашный король, правитель своих владений, добряк и толстяк. Тут не скажешь, что толстяк. О! Джина продолжает убивать даже в загробном мире, хотя и с нежностью. Эпитафия всех котов. Вот еще один кошак, который вам можно погладить. Мне, кстати, это тот же самый, только у нас нету солнышка. Когда было солнышко, он был такой коричнево-рыжий, а сейчас он такой совсем почти черный. Так. Катя, она была очень любопытной кошкой. Это она так в кадр залезла. Жуццо. Царапальщик зверей и нагреватель коленей. Интересный раскрас. Луи, мы нашли тебя еще крохотным уличным бойцом, но ты вырос и стал нашим лучшим другом. Умным, смелым и милым. О, как интересно, да? Разные глаза. Сарделька. Ее прекрасный взор устремлен на меня, и ее присутствие утешает меня. Интересно, да? Вот это как-то интересные глаза у кота. Разные. Сметана. Белая, как густые сливки, нежная, как домашний сыр. Пирс. Греется в лучах пустынного солнца. Дэнни. Я не сдержусь, что... Я не сдержусь, что ты ел мои чипсы. Клякса. Уничтожить клубники. Мастер игры. Опытный Соня. Смотри, какая смешная Клякса. Правда, у него носок. Так. Ну и Зира. Дальше. Рыжик. Перчик. В прошлой жизни был шпионом, наблюдающим за всеми из тени. И умелым скорщиком. Вот только хотела сказать, что где же черепаховые кошки. Вот они. Лисичка. Даже самые хитрые из нас должны обуздать своих псов. Глазастик. Психия. Психопатка. У нее было много имен. Кошмар и родственная душа Джакара. Пусть я потеряю все, но никогда не забуду ее. Азриэль. Мы спасли тебя, а потом ты спас нас. Ух ты. Эрл. Любимый стример и умелый наборщик. Ну да, да, да. Когда кошка садится на клавиатуру. Финн. Типичный лев. Любил внимание, аккуратно обвивал хвостом свои лапы и спал в смешных позах. Легенда. Котик, который оправдал свое имя. Угу. Так. Много котов. Ух, много. Эви. Красиво, но только снаружи. Курачок. Он был настоящим котом, если вы понимаете, о чем я. О. Плюс и вакуум. В мире дарили любовь, играя дарили смех, но вражда несла разрушение. Педдингтон. Желаем тебе много объятий и ковров, чтобы писать на ней, где бы ты сейчас не был. С любовью, К и С. Ворф в разных мирах, но не по-разному. Друзья, навсегда. Космическое чудо. Люси. Ты пришла ко мне и сделала мою жизнь намного ярче. Ты лучше всех. Норма Джин. Когда твоего первого отца не стало, мне пришлось забрать тебя. Ты пугалась. Ну, я надеюсь, теперь ты счастлива. Прошу прощения. Кроха, ты слишком рано нас покинул. С каждым днем все сильнее по тебе скучаю. Сладких снов в тебе, малютка. Очередно так все вопросы о том, что да, надо подарить котикам новую жизнь. Вы представляете, сколько тут сейчас было котиков? Нет. Так, Данна и Фокс. Ой, боже, что мой. Дик Чейни, на тебе было столько шерсти, но ты все равно любил погреться в своих больших шляпах. По его взгляду, он не скажет, что он любил. Еще один. Купер. Придворный шут моего сердца. А это уже фотошоп. Шапка это фотошоп. Кусака. Обычно музыка успокаивает дикие звари, но ты был исключением. Ха-ха-ха. Мистер В. Мистер. А, просто мистер, в умении отдыхать тебе не было равных. Да, уж на кожаном диваночке и с подушечками. Дом. Как же здорово, что твои уши так и остались лопухами. Огромные уши. Так, Стэнли Бисквит. Моему лучшему соседу Стэнли Бисквит. Я скучаю по тебе каждый день. Сельдь Бойчишин. Здесь покоится коварный кот. Он нередко проказничал, но мы все равно его любили. Это странное имя. Так, и данный флок сможет читали. Ну и последнее. Шафран и Каен. Вечной вам охоты. Почти немножечко фотошопик, но... Интересные кошки. Аэру. Ари, не замолкай. Линия. Моей лучшей подруги, которая всегда была солнышком в моей жизни. Реплис Смаук. Спящие на солнце. Ой, я второго-то не заметила на фоне ковра вот того. Охотники на моль. Наши ласковые звери. Сэр. Вы были джентльменом, и мне вас очень не хватает. Какая морда. Лилу, ты всегда смотрела осуждающе, но за внешней аристократичностью скрывался милый пушистый комочек. Лапочка, мне тебя не хватает. Какие глаза тоже интересные у кота. Сеня. Лучшая волшебная сосиска в мире. Не могу дождаться, когда снова увижу тебя. Гинтарные глаза, обалдеть. Джази и гея. В память о самых нежных и любящих кошках на свете. Дженни. Не любила сидеть на руках у недостойных. Лунец. Ага. Лунец по запаху как тунец. Это уже у нас было. Так, ну вот. По запаху все они как тунцы. Если не чистить лоток. И вот котей, который от нас убегал постоянно, да? Господи, ты меня испугал. Да, он и сейчас от нас убегает. А я хочу... Витрап тут разгуливает. Навестись Хельгу. Ведь наша Хельга там так и стоит. Кстати, тут у нас еще есть кое-кто с кем можно побеседовать. Давайте сначала посмотрим. Ой, это кто это? Слейка идет. Ты кто, ты кто, ты кто? Шансы? Себе нравятся наши сады? Не очень. Да нет, красивые ваши сады, да. Все влечащие тайны ты найдешь прямо здесь. Ты можешь смотреть, как растет тоненький саженец. Он расцветает и умирает. Но то, что ты видишь, закономерно. Все для всего сущего. Давай-ка мы подтвердим его поэтичность и скажем, что, как и целая вселенная, отражается в единственной капельке росы. Ну-ка. Так ты любитель садоводства и апофений? Мне кажется, это самое редкое сочетание, которое может выдать алгоритм. Иногда я представляю себе, что я старый дуб. Я смотрю, как вокруг меня растет жизнь. Я вижу плющ, мов, грибы, вытягивающие из меня питательные вещества. И я совсем их не вину. Я радуюсь тому, что жизнь, которая сильно отличается от меня, может быть настолько похожа на меня. Этот старый дуб пьет воду из почвы. Они пьют воду из меня. Они засохнут и умрут за один сезон. А я засохну и умру через сотни лет. Интересно, каким растением мог бы стать ты? Гадай дальше, я пойду. Позволь, я скажу. Давай я скажу. Куст рос, древнее дерево, вкусная лечебная травка, трава и мок. Корнеплод, какое-нибудь сруктовое растение. Кактус, наверное. Нет, я хочу быть древним деревом, а не кустом рос. Старое, могучее дерево, живущее внутри нашего самого юного гражданина. Честно говоря, неожиданно. Закономерность не всегда легко увидеть. Может быть, мы с тобой вместе состаримся в этом саду. Зачем ухаживать за садом, если наши прародители мертвы? Ну, как зачем, если у кого-то есть чувство прекрасного? Ну, мы спросим его, что он по поводу этого думает. Наши прародители выращивали растения из-за из цвета, вкуса и пользы в целом. Говорят, можно было узнать фрукт просто по запаху. Пусть наше ощущение настолько развито, а все-таки развито, но нас также создала эволюция этого мира природы. Спасибо, что заглянул один кам. Уверен, мы еще встретимся. Шансы. Шансы у нас минимальные, ребята. При всей вашей технологичности выжить даже роботом тут будет сложновато. Надо поливать не цветочки, а батарейки штанфовать власти. Что в эту зодчу это уже повесили икону на нее. Она живой человек. Я говорила, что Афина прислала Прометая. Это я с чего-то взял, что это была Афина. Разве не она построила тут пирамиду? Ну да. Но почему ты думаешь, что Прометая прислала не Корнелий? Потому что Корнелий был здесь? А где появился Прометей? Ай, ладно, хватит. Откуда ты знаешь, что это была не Миранда? Может, не надоело ждать. Я в это не верю. Думаю, Афина испытывает нас. Зачем она испытывает нас? Чтобы убедиться, что мы сможем применить новые технологии. Например, дупликацию CL. Если эти новые технологии настолько важны, тогда зачем я все эти загадки? Мы играем и учимся. Разве не так? Может, она попытается сказать нам обратно все это ребячество, не имеющее значение. Последний сбок питания почти привел к катастрофе. Это все имеет значение. Ты начинаешь говорить, как Байрон. И где он теперь? Его найдут. Посмотрим. Шо, это больше как... Ну да, да, конечно. Слушайте, это прям два брата-близнеца. 72-й, 73-й, Мабон и Эвгемер. Они даже на вид одинаковые, да? Вечно спорюще. Так, а ты кто? Потал. А кто-то такой, Атал? 1К. С возвращением в город. Как вы, видишь, твои открытия принесли плоды? А, он же, да, речь вел ту самую, самую начале. Я слышал ту речь. Я решил выступить. Все началось с кошек. За эти десятилетия у нас Демиэна было много кошек, и каждая из них состарилась и умерла на руках. Это заставило меня задуматься о том, что мы в ответе за другие формы жизни. Что значит жизнь для большинства живых существ? Страх, голод, боль. И в конце смерть. Вынужденное прекращение существования. Это ужасно. Одинка просто ужасно. И только мы можем это изменить. То есть, хочешь сделать всех биологических тварей бессмертными, ты чё, с ума сошёл? Пусть сказать, что мы переделаем целую планету? Нет. Каков наш долг с точки зрения этики? Ммм. А почему здесь нету, что я полностью не согласен? А чё, целую планету будешь переделывать? Да. Медленно и осторожно. То есть, цивилизация, причём так было всегда, это и есть цивилизация. Страх, устройство создаёт, чтобы уменьшать страдания. На этот раз мы поможем всем. Мы воспользуемся нашим интеллектом, чтобы избавить всех живых существ от ужасов на протяжении всего своего существования. Ты с ума сошёл? То есть, хочешь сделать роботов-кошечек, роботов-шабачек, роботов-травку, роботов-цветочки. Мы должны уменьшить страдания. Это наша ответственность. Нет. Нет. Часть страдания, это часть цикла жизни. Страдания. Кто-то живёт полностью свою жизнь вообще, не страдая. Вообще, страдания — это часть природы. Вот как? А что это вообще значит? Приходи природы не имеют смысла с точки зрения этики. Позволь спросить, страдать хорошо? Так и должно быть? Это плохо, но этого не изменить. Выражаясь объективно, это не так. Вся наша история — попытка уменьшить страдания. Взять, например, мою кошку, но в Иерусалиме ей живется лучше, чем в диких условиях. Она куда меньше страдает. А медицина? Сколько страшных болезней победили наши прародители? Это все так. Уменьшая страдания, но смерть, оставь биологию смертную. Я тебя понял, но будет очень непросто добиться всего этого масштаба, который ты говоришь. Не, никакого сокомерия. Не так просто. Так, не соглашусь. Мы всегда несли новые типы страданий. Например, войну. Промышленная ферма. Зачем нам промышленная ферма? А что вообще роботы из биологии могут выращивать в промышленных фермах? Каучук какой-нибудь белокам вряд ли нужен, но всякое такое, ага, ага, то, что там нефть и так далее. Ведь когда-то ресурсы на планете тоже закончатся на самом деле, дружочек. Новые типы страданий, например, войну. Ну, скажем так. Как вид, мы тоже ошибались, не стану этого отрицать. Но фактически ты и не прав. За всю историю при цивилизации не было куда куда меньше страданий. Открытая фина технология дает нам шанс хотя бы в этот раз делать все правильно. Нельзя упускать такую возможность. Я понимаю, что мы можем стать лучше. Но это не значит, что мы должны все переделать. Занимайтесь собой и несуйте лапы в природу. Вот в чем дело. Вся твоя, как говорится, сфера твоей деятельности должна не распространяться дальше. Твоего кончика носа. Ладно. Короче, мы можем стать лучше, отстанет меня. Приятно слышать. У меня не было уверенности на чьей-то стороне, особенно после сказанного тобой. Прошу, когда вернешься на остров, поддержи идея Байрона. Не дай людям забыть, что другое будущее возможно. Я вовсе... Ну, как же так вы трактуете? Или у вас тут опять же перевод? Я ж не говорю, что идеи Байрона плохи. Идеи сделать всех бессмертными плохи. Привет. Вот что плоху. Так, ну что, Хельга, привет. Как там Ковен? Эти, как... Господи, как же они были-то? Всемогущие хомяки? Блин, привет. Одинка, чем могу помочь? Новая жизнь. Величественные лихие хомяки. Ты вспомнил кодовую фразу? О, как это весело, не правда ли? Все эти приключения, открытия, уловки. Давай, я попомню твой кредит. Это самое меньшее. Одинка, тысячи кредитов. Ты богат. Духовно, во всяком случае, не тратишься сразу. А теперь зачем пожаловал? А что такое новая жизнь? Цена меняется. Черт, у меня нет. Что такое новая жизнь? А я могу, типа, новую жизнь, взять для Байрона. Это я могу дать и даром. Дорогой мой, тебя пять минут в обед. И для тебя все только начинается. Будь всем, кем ты хочешь быть. Ослаждайся собой. Может быть, что-то еще? Как интересно. Предсказание будущего. За 20 кредитов могу заглянуть в свое будущее и рассказать, что мне там видно. О, ну давай. Сейчас проконсультируюсь с алгоритмами. О, боже. Боюсь, ты изменишь мир. У тебя будет выбор. Но, что бы ты ни делал, Новый Иерусалим уже никогда не будет прежним. Мне жаль, что нет новостей. Поспокойнее. Лучше не беспокоиться об этом, дорогой. Просто постарайся повеселиться до тех пор. Может быть, что-нибудь еще? Покойствие духа за тысячу кредитов. Внутренний монолог. Этот вариант идет сразу с уведомлением. Внутренний монолог исключен из базовых функций в новых сборках. Постоянный комментарий не подходит всем пользователям. Но я могу включить свой, зайдясь из кредитов, если ты уверен. Давай. Как пожелаешь, загружаю новые настройки. Слышишь, что-нибудь? Что она уставилась на меня? Я ничего не слышу. Мне кажется, она растоп. Нет, это что-то новое. Раньше с словами не думал. Будто бы какой-то маленький переводчик превращается в мысленный привод в рассказ, куда деваться-то. Как это остановить? Просто перестать думать? Я попробую. Сработало? Нет, по-прежнему описываю все словами. Это начинает немного действовать на нервы, а? Я свой давно отключила. Но некоторые пожилые привыкли с этим жить. Уверен, что она тебе нужна? Слушай, это так забавно, но, блин, если бы я могла это сама отключить... Нет, ты знаешь, это было забавно, но хватит. Будет немного неловко. Потому что мы не сможем его из тебя вытянуть. Не прихватив половину остального. Она обычно работает фономом режима. Крепко не задумывайся о нем. Все будет с расистом. Это мой внутренний монолог? Или это какой-то вирус? Являюсь ли я формой жизни, которая научилась описывать себя, или паразитом, который выживет, предоставляя услуги своему хозяину? Так она собирается сказать что-то еще. Может быть, что-то еще? Давай мне спокойствие духа. Ты же мне дала тысячу кредитов. У меня есть тысячи кредитов? А, да, я совсем забыла. Ну ладно. Богатство принесло тебя внутренний покой? То есть, то что она мне дала тысячи кредитов? Богатство принесло мне внутренний покой? Нет, ты знаешь, не принесло. Обычно это помогает. Погоди, а что прежде? Ты чувствовал внутренний покой до того, как я сделала себя богачом? Нет, я не чувствовал внутренний покой. Вот факт, что ты пытаешься купить внутренний покой, говорит мне, что ты все еще ищешь решение вне себя. Мне помогает перестать думать, что меня делает счастливый факт. Факт о мире. Конечно, хорошо, когда все идет хорошо. Но если зависеть от таких вещей, то от себя ничего не останется, когда они пропадут. Если научиться доверять себе, тогда можно научиться доверять миру. Вообще-то понятно. Спасибо, Хельбер. Всегда пожалуйста. Рада помочь. Ну, что-нибудь еще, может быть? Слушай, предсказание будущее. Да нет, все, спасибо. У меня больше нету. Я все скупил. Пока не ушел. Есть минутка. Оставить клиентский отзыв. Да, давай. Потому что заводный. Тем, что я тебе дала. Просто вообще. Нет, больше не предлагай. Да-то отдаешь больше, но ты продаешь так слова. Да-да, прям вот я в восторге. Ты понимаешь. Слова воплощают реальность, которую описывают. Когда мы даем чему-то название, мы создаем это. Наши разум представляет. Правильная последовательность слов может изменить лежащий в основе код. Имей это в виду. Доброго себе дня. Пожалуйста, возвращайся, если понадобится что-нибудь еще. Хельга, Хельга. Это было забавно. Хитара. Хельга. Хельга. Что я могу сделать для тебя? Хамяки. Еще тысячи баксов этих самых кредитов. Не, Хельга, спасибо. Пожалуйста, come back if you need anything else. Вот что значит, мы с ней познакомились. Могущественные хомяки. Так, а ты кто? Шуилер. Шулер. Шулер или Шулер. Ну-ка, ты кто такой? Ого, это ты. Один К. Воплощение цели. О, как захватывающе. Так, 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 так. Это даже больше, чем я ожидал. Как дела? Каково тебе? Знаешь, где дочь? Ты знаешь, что такое Прометей? Можешь сказать мне, что мне теперь делать? Подожди, давай-ка по одному вопросу. А прости меня, просто огромная часть познакомиться с тобой. Можно мне твою цифровую подпись? Мне такую уже дали. Рэд, Мэр и все первые соратники, кроме Йема и Сарбахай, конечно. Ну да, они умерли. Отойди от меня, мудак. Ну на. Ура! Спасибо. А можно задать вопрос? Всего один, обещаю. Фанат. Раньше я делал сборную часть из тех, которые мы использовали для постройки. Хорошо получилось. Но теперь мы достигли цели, я не знаю, что с собой делать. Ну, я расспросил самых мудрых людей в городе. Мэр сказал, что я должен делать то, что больше всего нужно городу. Я Григо сказал, что я должен делать то, что приносит счастье. Но мне кажется, что она не это имела. А Корнелли сказал, что нужно выяснить, кто и что мне важнее всего. Ты кульминация замысла Зочи. Скажи, что мне делать? А Байрона ты спросил? Теперь ты его и не спросишь. Больше всего нужно городу? Ну, такая себе идея, на самом деле. Что там так мигает? А ты Байрона спрашивал? Байрон сказал, что раз я даю городу то, что ему нужно, значит и город должен дать мне то, что нужно мне. Но как с этим быть, я не знаю. Подумай над словами Байрона. Хорошо, если ты так считаешь, я подумаю об этом. Пламенный поклонник. Это, знаете, как это... Ой, а, там бастующие стоят. Это намек, что ли, на... Как он там, в Облевине был, да? Этот самый пламенный поклонник. Я пойду с тобой. Я буду чистить себе ботинки. Слушай, а там забастовка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай как этим бастующим подойдем. Чем дело, ребята? Чем написано? Транспорт должен быть безопасным. Должен быть что-то для этого сделал. Мы заслуживаем настоящего города. Что-то для этого сделал. 555 и 842. А ты 903. А, Демиан. С возвращением один к. Еще раз спасибо, что подписал петицию. К сожалению, этого было недостаточно. Ха, это тот, который я в прошлый раз ему подписал эту петицию. Что происходит? Вчера в системе произошел сбой, который чуть не привел к аварии. Мы уже много месяцев предупреждаем мэра, а в ответ слышим от него только болтовню про цель. Дальше так продолжаться не может. Я согласен с тобой, но у тебя неправильные методы. А что еще нам остается делать? Молоток, берем руки, иди, чини. Ты же знаешь, мы пытались организовать референдум. Тролливали. А речь от Алла, ты слышал? Я слышала 15 раз, пока он репетировал. Думаю, там, как и многие из нас, понимают, что время перемен уже давно настало. Технологии, которые ты нашел на устроен, просто ускорили события. Ты или и должна ускорить? Ну-ну, давай. Лопату в руки, пошли. Вон, дорожки чистить с травой, все зарастает. Идите, работайте, зараза. Я вас сейчас научила жизни. Привет, Одинка. Вернит. Сириус. Курабье. Слушай, а тут, я думала, что это тоже какой-то павильон имени чего-то. Но это просто штука, где, наверное, можно сидеть. Или это все-таки какой-то павильон. Беседка друзей Нового Иерусалима. Мм, да? Что-то мало друзей-то. Один Курабье тут сидит. А, нет, вот еще есть. А, Витра, Витра. Он ходил-ходил, теперь сидит. Так, а где у вас тут выход? Вот. Сетка друзей Нового Иерусалима. Интересно, почему роботы сидят? Зачем им вообще сидеть? Так, ладно. Я не иду в музей. Почему? Ну, потому что пока не хочу. Вот тут еще есть какой-то шарик, которым мы, по-моему, не были. Да? Это у нас что? Мемориальная выставка. А, Гиены 312. Она же была закрыта. И кто у нас тут теперь нас встречает? Неам. А, Неам. Привет. Добро пожаловать на выставку интерактивных историй наследия Гиена. А, это ты одинка. Прошу, расскажи мне, ты был там, когда все пошло наперекотяк. Как думаешь, с Байроном все будет в порядке? Ой, я очень надеюсь. Не знаю, его разум был перегружен потоком данных. Я не знаю. Я не знаю. Звучит очень опасно. Обязательно найди его и спаси. Он тот еще фрукт. Ну, куда же мы без него? В любом случае, ты пришел сюда ради заслуженного отдыха после той экспедиции. Поэтому давай сменим тему. Какой ты видишь роль художника в обществе? Так, ну, для тех, кто не знает, да, кто не смотрел, это было дополнение, пусть Гиену. Давайте спросим ее, она нам напомнит, что такое Гиена. Гиена была местом симуляции, тюрьмой, в которую Эллахим изгонял умы, мешавшие его планом. Со временем тюрьма превратилась в сообщество, со собственной культурой. Так, что случилось с народом Гиена? Последняя минута существования симуляции, Эллахим понял, что натворил и отправил своего посланника Уриэла освободить узников. Их загрузили в золотой диск, а теперь их наследие есть в каждом из нас. Какой ты видишь роль художника в обществе? Я не думаю, что роль художника может свести к выполнению социальной функции. Художник не наставник и не моралист. А искусство не призвано учить или навязывать ценности. А также я считаю, что это лишь способ самовыражения. Лучшее произведение невозможно описать. Творческий порыв невозможно оценить или предсказать. Вот почему творческая свобода важна. Без свободы шокировать, оскорблять и выходить за рамки, искусство перестанет развиваться. Так, а что у нас тут за текстовое приключение? Текстовое приключение были одним из многих видов искусств, доступных народу Гена. Продолжая работу в этом направлении, мы храним память об этих людях. Спасибо. Вот, да, текстовые приключения у нас были в Гене. Это было довольно интересно. Это прям такие текстовые квесты были. Так, и тут у нас их несколько. Это у нас, например, симулятор споров. Краткая, но дерзкая работа в стиле игры с комментариями. Согласны с предлагаемой концовкой? Игры с комментариями – это то, чем я занимаюсь каждый день. Вообще интересно. Да, а мониторчики, между прочим, да-да, из Гиена и вообще из первого. Итак, добро пожаловать, симулятор споров. Кто авторы? Создатели, сценарист Гута. Понятно. Давай начнем. 972-я. Выберите персонажа. Голдбум. Сократ. Давай, Сократ. Аргумент. Аргумент. Это ошибка. Это так. Это не так. Это так. Не соглашусь. Вы ошибаетесь. Нет, вы. А я вас опровергаю. Суть вашего опровержения. Легко опровергнуть. Ваша эпистема. Кто? Эпистема. Логия. Неубедительно. Ваша этика. Неубедительно. Я требую доказательств. Ваши аксиомы. Доказательств нельзя. Аксиома – это и есть аксиома. Выясним, с чем можно согласиться. Давай выясним, с чем можно согласиться. Хорошо, будет здорово. Если мы начнем, лучше понимать друг друга. Игра окончена. Спасибо за игру. В симулятор спору. Хотите сыграть еще? Нет, давайте. Хорош. Да, все забавно. Да. Можно. Очевидно. Разные эти самые ситуации. Джефферсон Голдбум и призрак модернизма. Ред. Очередная история в знаменитой вселенной Джефферсона Голдбума из гены. Характерный для серии авторский стиль сохранен. Хотя фокусы смещен к новым темам. Слушай, это, по-моему, что-то долгое. Я сейчас хочу что-нибудь покороче взять. А это что? Пардон. Это «Прощай Атлантида». Лирический атмосферный квазис-сиквел к Атлантиде. Классической работе Лилит. Оригинальная игра посвящена наводнению на таинственном острове, что без сомнения является отражением неотвратимой участия граждан Гиена. А, и все, да? Сколько тут у нас? Всего четыре, да? Ну, давай пойдем к этому. Чего там? Призрак модернизма? Это вообще круто. История. Ладно, давай посмотрим. Призрак модернизма. Правдивая история. Автора. Создатель сценариста Red 980 посвящается Маку. Начнем. Вы, Джефферсон, Голдбум, ловко выскакиваете из своей зарядной капсулы и входите в главный вестибюль института Голдбума. Это скромное жилище, снабженное небольшим четырехместным диваном, столом, кафебером и дреддендрарием. А, Джинни Хаде, ваша невеста, Хаде, и ведущая участница джазового ансамбля Казурати Бейерштрасса приветствует вас с дивана, в то время как Фрэнки Сойсоус машет рукой из-за кофебара, а белоцераптор Джон Маккольм выезжает из дендрария на своем мотоцикле, щеголяя зеленой бронефутболкой. Чего? Что? Из тех... Ну ладно, это писали роботы, но ялка с палками, что они курили при этом. Поговорить с Джинни Хаде, поговорить с Сойсоус. Так, давай со своей девушкой поговорим. Это она же наша... Да, наша невеста. Хаде. А почему Хаде? О, Джефферсон, склицает Джинни Хаде. Доброе утро. Доброе утро, Джинни Хаде, отвечает Сива. Как тебе спалось, дорогая? Ах, Джефферсон, ужасно, просто ужасно. Почему в твоей зарядной капсуле слишком жестко? Нет, Джефферсон вовсе не так. Оплакивает Джинни Хаде свою беду. Моя зарядная капсула очень удобная. Не знаю, почему мне так плохо спалось, но проснулась я на этом маленьком четырехместном диване. Что странно, ведь засыпала я в своей комнате. Ммм, так тебя вытащили из зарядной капсулы и положили на диван. Вы тщательно вдумываете ситуацию, поглаживая свою гитару. У Джинни Хаде обычно не бывает проблем с подзарядкой. Вы собираетесь ответить, когда институт Голдбума сотрясает бой клаксона? Спросить Малькольма, это цираптус, который выехал из капсулы, да? Что происходит? Спросить у Сойсуса. Спросить Хаде. Ну, раз она Хаде, она должна знать, что происходит. Что кричит Джинни Хаде? Я тебя не слышу, Джефферсон. Клаксон жутко громкий. Ах, какой ужасный грохот. Она женственно машет одно из своих конечностей. Выключи его уже. Выстрелить, как в клаксон. Ну, а нельзя просто выключить. Что за клаксон? Вы подходите к компьютерному терминалу и пытаетесь выключить клаксон. Но машина отказывается подчиняться вашей команде без правильного пароля. А, так это то, что на компьютере что-то заорало? Джон МакКольм газует на своем мотоцикле верный признак того, что он глубоко обеспокоен. Джефферсон, сделай уже что-нибудь с этим шумом, вызывает он. Играть на гитаре. Это самое безумное, что здесь есть, это играть на гитаре. Вы отстегиваете гитару от спины и проверяете струны, чтобы убедиться, что с ними все как надо. Затем вы принимаете героическую стойку, грузь колесом, ноги врозь и героически поднимаете гитару вверх. Следуя логике такой, что раз тут все такое безумное, то надо и ответы, и вопросы выбирать безумные, иначе это не сработает. Вы играете аккорд, идеальный аккорд, за которым следует еще один столь же идеальный аккорд. И еще один, и еще один, как водится, все аккорды, которые вы играете, идеальны. Такого ваше великое бремя. Престыжный клаксон выключается. Выключается сам. Престыжный клаксон. Так надо, наверное, будет серию назвать. О, господи, поговорить с командой. Это у нас команда. Вы отворачиваетесь от консоли центрального компьютера и смотрите на свою команду. Все они возвращают ваш взгляд с разной степенью изумления в глазах. Почему гудел клаксон? Джон МакКольм уверенно спешивается с мотоцикла и со знанием дела вбивает запрос центральную компьютерную консоль, постукивая рептильных когтей по клавиатуре. Похоже, говорит Джон МакКолм. А, МакКолм. Сенсоры обнаружили угрозу галактической величины. О, нет, скрикивает Джинни А.Д. А Фрэнклин сои соус в страхе роняет чашку черного золота. Соевого соуса, в смысле. Проверить находку Джона. Даже беглый взгляд на консоль центрального компьютера говорит, что Джон МакКолм прав. Клаксон действительно предупреждал вас о беспрецедентной угрозе для человека мира, как и для обитателей Девятого измерения. Джефферсон, что там такое? Вы отвечаете, и каждое слово срывается с ваших уст с тяжестью нейтронной звезды. Там признак модернизма. Джинни Хаде, он идет за нами. Последовавшую тишину разрушает только всклип Джинни Хаде и фарфоровый вскрик чашки свежего кофе, которую Фрэнки сой соус выпускает из рук. Черное золото это кофе. Спросить, что за призрак? отодействовать. Что за призрак? Что такое призрак модернизма, спрашиваете вы, настраивая гитару к предстоящей битве? Я рада, что вы спросили, отвечает Джон Мальклом. Как все вы хорошо знаете, поскольку я рассказала эту историю много раз. Мой народ на протяжении многих тысячелетий боялся наступления этого дня. Джон Мальклом разглаживает когтями перья на своей длиной шее. Рассказываю. Призрак, как вы уже знаете, несет погибель всему старому и провозглашает новую эпоху беспрецедентного технологического прогресса, пока в мире не останется места для таких достойных человеков и динозаври, динозаврианцев, ценности, как любовь, творчество, способность осуществлять, а, ощущать умами верность и дружба. Цикл обновления завершится и мы будем двигаться только вперед с нарастающим темпом, пока не достигнем предела самого существования. Может еще раз спросить, что за призрак? А, отвечает нам почему-то только Мальклом. Ладно, и когда он прибудет? Призрак модернизма передвигается со скоростью самого времени, серьезно, говорит Джон Мальклом. Он уже прибыл, Джефферсон, просто еще не столкнулись с ним. Фрэнки, сой, соус отворачивается от кофеварки, бережно сжимая в человеческих пальцах свежую чашку батарейной кислоты. Мы должны что-то предпринять, Джефферсон, не плевать у маме, но если призрак отнимет у меня способность чувствовать скупс кофе, я не знаю, что буду делать. Спокойно, спокойно. Все вкусы, цены для нас, Фрэнки, говорите бы. Сладкий, соленый, кислый, горький, конечно же, у маме. Нельзя отказаться ни от одного, ведь они и делают нас людьми. Надо действовать. Друзья, люди, динозаврянцы, соотечественники, подавшись внезапному желанию действовать, вы скакиваете на кофеварку, не на шутку встревожив Фрэнки сой соуса. Мы не можем оставить без ответа эту непосредственную угрозу нашему образу жизни. мы должны противостоять этому призраку и не сдаваться, пока не победим. Вы со мной? Ждем ответа. Да, дорогой, все ради человека мира со слезами молвит Джинни Хаде. Друг, ты знаешь, что я пойду за тобой до конца, торжественно заявляет Джон Мальклом. За кофе кричит Фрэнки сой соус и за любовь. Но как спрашивает Джинни Хаде после криков и крепких слов поддержки, как мы победим? Призрак модернизма слишком силен? Ты не справишься с ним в одиночку? Разумеется, она, как всегда, права. Пойти в одиночку? Нет, мы возьмем с собой кого мы. Давай динозавра возьмем. или с соевого соуса взять Хаде. Динозавра возьмем. Ах, Джефферсон, для меня большая честь, что ты выбрал меня своим спутником в этом путешествии, говорит Джон Мальклом. Знак благодарности хлопая неспособными к полету руками с редкими перьями. Вместе мы победим призрак модернизма и наши приключения воспоют грядущее поколение. Скажи мне, друг Джефферсон, куда мне везти вас, нас на моем мотоцикле? Океану, джунгли, острова. Давай на острова. Мотоцикл Джона недостаточно быстро, чтобы принести нас через бушующие воды окружающие острова. Вы вместе стоите на берегу, глядя на огромное водное пространство. Мне жаль, друг, угрюмо признается динозаврянец. Моей бронированной в футболке не поплаваешь, а мой мотоцикл не подходит для езды по волнам. Из-за меня наше приключение подошло к концу. Мой рептилоидный друг, говорит Теве, положи свою человеческую руку на чешуючатое плечо Джона Мальклома. Уж лучше я потерплю поражение вместе с тобой, чем добьюсь успеха с кем-то другим. Мы останемся друзьями до конца, чтоб не припаснул для нас будущее. Надо лишь встретиться с призраком и использовать против него все, что у нас есть. У нас ничего и нету. Поехали на ледяные горы. После долгого дня скитания вы прибываете к ледяным горам. В величестве на горах нет животных и растений, и все же они по-своему прекрасны. Горы остры, круты и массивно. с заснеженной вершиной и подножием пронизанным параворными ручейками. а если бы мы взяли сой соуса, может быть, мы бы его чашки могли переплыть по океану? Ну, похоже, здесь нет ничего, что помогло бы победить призрак модернизма. Ну, говорит ваш соратник, что теперь? Пошли дальше. Думаю, надо продолжать, искренне говорите вы. Ты согласен, Джефферсон? Похоже, другого пути нет, вздыхает рептилоид Мотоцклист. Сегодня мы дадим бой перед самым концом света. В прямом и переносном смысле динозаврянцы и человеки объединились во имя великие цели, чтобы спасти всех нас и теперь нам остается только идти вперед. Слушайте, это очень масс-эффект чем-то напомнило. Вы мечите, выражая согласие. Это прекрасная мысль. Я не опечален тем, что в итоге оказался здесь вместе с тобой, признается Джон Мальклом. Ты только взгляни на эту внезапную красоту перед нами. Внеземную красоту. Призрак модернизма видит лишь будущее, но эти горы видели прошлое и меняться отказались. Боже, разве они не чудесно, старый друг? Ответить. Вы собираетесь ответить, но не успеваете открыть рот, как земля развергается прямо перед вами, и вы видите ужасающую, странную и прекрасную фигуру с горячими, с красными, горячими глазами и могучими рогами, вылезающую из глубин. Это что такое? Призвать. Я лось божий. Кто посмел призвать меня, воет создание и рокот эхом разносится повсюду, как из глубокой пещеры. Что за лось божий? Чёрта вызвали. Так, давай мы... Нет, мы не побежим бежать от божьего лося, наверное, нерациональным. Мы всё объясним. Когда дымка рассеивается, вы видите перед собой могучего белого лося с горящими красными глазами и золотыми рогами. Ваше тело дрожит, и вы трепещете, пока призрак смотрит на вас. Кто призвал меня, ракочет лось, что за глупо смертный посмел тревожить мой покой. А мы не смертны, хотя, наверное, сейчас мы ими как раз и станем. О, великий рогач, искренне молвите вы, того, его пробуждение не было вызвано намерением, но аммафонии, рогатое создание наклоняет голову и его глаза украшающе сверкают, но оно больше никак не реагирует. Давай мы его попросим о помощи. Мы собираемся уничтожить призрак модернизма и просим тебя помочь нам достичь этой благородной цели. Из чего бы мне помогать себе, глупо-смертной, рассказать про умами, чтобы защитить все живое, потому что модернизм уничтожает красоту, чтобы сохранить идеалы. подожди, он кто там, этот, какой он там, лось? Блин. Лось божий, да? очевидно, тоже вечный, я так понимаю, раз он там сидел в этой земле, в центре земного шара, или где он там сидел. Потому что в модернизме нет места любви, да ему насрать наверное на любовь-то. Уничтожает красоту, ему на все наверное как-то наплевать. Все живое, так точно, чтобы спасти дружбу. Давай мы ему расскажем про умами, но он тоже не знает. Давай мы, вот, любовь, надо про любовь, вот прям, давай, лобов. Послушай, говорите вы, и прижимая гитару груди, я люблю Джинни Хаде, и я люблю Фрэнки Сой Соуса, и люблю Джона Мальклома, а они любят меня. И поэтому хрупкому прекрасному чувству не найдется место в мире, который хочет создать призрак модернизма. Рогатое создание обдумывает ваши слова. Ты прав, наконец, изрекает лось. Это гора, это величественная красота, горячо мной любима, пусть даже я люблю ее не так, как ты любишь своих друзей. Я бы опечалился, если бы мир лишился любви. Вот, возьми кусочек моих рогов, использую его с умом. И с этими словами лось Божия вновь исчезает в земле. Интересно. Ну, мы готовы встретиться с призраком модернизма. У нас есть рога, вернее, кусочек рогов от Божьего лося. Друзья, конец этой замечательной истории мы с вами узнаем в следующей серии. Ну, в этой я с вами попрощаюсь. Огромнейшее спасибо, кто ее посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok